приветствую друзья с вами ангрей что сегодня вашей душе станет чуточку теплее что-то с аудио в этой игре перебор с игрой битва за веснот даже по-русски переведено и в рамках рубрики первый взгляд мы с вами ознакомимся с этой игрой оттуда яичков 4 сценарий хотя с новой веноскосновение с помощью обучения стража начинающих конкретно выделена сценарий на месте кстати очень много если игра без дополнения то меняет 23 7 давайте до новичков сыграем мы хотим лишь ознакомиться с игрой на данный момент не более того мы хотим только в нее лишь сыграть нам нам с вами это интересно поэтому давайте попробуем чем была эта игра не знаю скоро старая игру меня много скачано порой я даже не знаю когда-то мегре больное поселение на западе но и окраине королевство веснот было спокойным местом его обитатель не очень-то возникало все то что творится в 8 мире воины и военные известия их не касались до тех пор пока темный маг не поселился в их краях и не стал выискивать жертвы у меня своей мерзкой армии скелеты и зомби убивали скот и выжигали поля боитесь мага мордака мордака и покоритесь магу мордаку кричали они страшным голосом протворили свои мерзкие дела с дальних ферм пропадали люди и крестьяне боялись ночи а дети были в ужасе присветить до ближайшего лорда было больше суток верхом а гонцы которых к ним послали за помощью так и неверно был среди тамошних жизни человек по имени бьярн который в молодости проявлял способность волшебства отправил бился великие великую академию на острове алдуин затем вернулся чтобы служить своим волшебным своим волшебным волшебством родной земли люди ждали от него помощи и руководство на чердаках во многих домах он нашел оружие опылившись еще с тех времен когда деды и прадеды воевали велел поселенцам его достать почистить и смазать кузнецам магре он велел изготовить для остальных наконечники копий и лезвия топоров а еще бьярна был брат по имени арвид брат тоже покинул магре отправился искать счастье через землях он стал вожаком небольшого кодов отряда которые нанимали охранять караваны купцов ящичу когда бьярн учился магия сделал пару амулетов себе и брату чтобы него позвать друг друг в трудную минуту его пришла пора бьярн отправить тройка журнал бьярном игры если я только мог добраться до этого мордока я думаю моя магия может оказать силь сильнее чем его но он прячется в горах хорошо охраняем его слугами а я призываю напуганных крестьян чтобы они сражались его приспешниками ржавыми клинками и кольями нужен мой брат он всегда лучше разбирался о жених чем я обратит ли он внимание на зов я не знаю сохранил ли он амулет мы не разговаривали с того дня на то энкарик если он не придет из-за меня возможно он придет чтобы помочь не ее безнадежный час поссорились видно мне в зову амулета арвид собрал столько лет сколько мог и поспешил на помощь бьярна здравствуй брат добро пожаловать домой привет это все арвид я понимаю но ты позвал меня я пришел довольствуйся этим что беспокоит магре обновок напала нас его создание зовут его мордоком они наводят ужас на окрестные фермы и боюсь рано или поздно нападут на саму деревню жители магре взяли в руки оружие но они не умеют сажаться нам нужно твои люди и ты видеть и на сбой я чувствую злобную поступь мордока в невидимых потоках земли и воздухе он где-то к северу отсюда думаю не больше двух дней пути и верно я сделаю это ради деревни сможете ли вы удержать мага от нашего тыла я пойду скрытно взяв с собой лишь горстку наших лучших разведчиков и лесников привлеките внимание убейте его воинов я же постараюсь при помощи маги сразить самого мордока пока он будет беззащитен и будь правой рукой я же левый верно брат а просто будь здесь когда ты нам нужен это тактика ну в принципе это напоминает мне чем-то не знаю может быть fire emblem хотя больше серафимов напоминает который я начал проходить закончу конечно пока что вот у нас идут первые взгляды исхода призывает нечисть знакомая мощность уступила а вот они серьезно все это можно занимать вообще всю эту мелочь даже минуточку мне кстати вопрос а если они прилетят и займут замок замок стаб лагеря в клади замок вот здесь было написано так ладно копейщик а тогда тоже назад здесь ты копейщик так лук равнина бренд копье носит атаковать да что-то печальненько на самом-то деле так мы можем это занятие в этом есть какой-то смысл похоже что нет а эту избушку тоже видим а нет какой-то смысл все-таки походу есть так вот сюда уже видимо сходил лучник ген это очень плохо для нас мне кяжется что это весьма горно звучит для старой игры она выглядит вполне себе неплохо как индюшатина но опять же что-то что-то ни хрена не отнялся на скоком а вот этот отнял этот лучник это я понимаю ничего полезного не делает из них тварей наш оружие не берет она посмотрим смотрел ну что-то как-то надо берет моментами так себе берет а кстати вот еще мой лидер но тот же брат нашего мага задницы наверно хотим куда вот это лучше будет убрать ты сюда походу я что-то не то делаю не так уж это и сложно бренд допустим тут какие-то проценты варен пишет порой еще можно промазать на конец хода все-таки они полетели ой блин проблем доставят пьян уже должен быть на месте прижмите хатыки тёмного мага чтобы ярд смог навести удар ага с нами то и нету но продумал что вот это мак беглец какой-то что беглец не сильно-то так отлично 40 процентов а в итоге какие-то нулевые проценты а кого сюда тоже нулевые проценты тут 60 есть хотя бы отлично двигаемся так кто нас еще не ходила ты наверно не сможешь ничего сделать да тогда иди туда магов только короче может чем-то дальнобойным это не факт что что-то получится как я вижу подсчет урон они вообще по нему мажут 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 я тут юнитов закупать еще чё-нибудь делать же деревень на мини карта бойцов что-то для такой старой игры тут прям функционал даже такой охватывать деревне от решил туда вернуться тоже решил извлечь на я я вижу как извлечь мы с лагом ничего не можем сделать да и с этим тоже наверно важнее верно таки а по первое попадание а может вы должны продержаться я хер его просто знает так но этот кто это у нас это арвид краснов сдох по факту что зомбу на изи убил принять а мага то вражеского оказывается шансы отличные у нас были бы просто уже неким а музыка как героя нового зома признал я беру а теперь все потеряно у нет а но риск нем еще раз на самом деле игра забавно вы видите честно мне прям нравится да недорого богата но какой-то стиль у него то именно в плане дизайна есть приятный это пропустим это пропустите это пропустите это было по заданию все эти данные чего если вы включен а стилье тут такое есть этот режим подвисает я вижу можно туда и вот планирование это выглядит очень круто правда они не доходят вроде до тех мест планировал но мага убить по сути дела не проблема там получается нужно и прорываться по сути дела хоть конницу должны понизу пустим а эти наоборот по верху пойдут а можно тварь просто новых призывает хотя они теперь все вниз идут слушайте вот закончен новые зомби не сказать что прям проблема была бы вот эти маги большая проблема по сути то не это не ничего не сделал по сути не ничего не сделал по моему план прорваться по низу у нас не особо удастся вообще задница то по факту надо бы просто прорываться реально пофиг на остальных я думаю если мы его завалим вроде как его не сложно завалить это вообще хорошо так уж да 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 рассказывай иметь ладно хреново здесь если победа над вражеским лидером не не закончит бой то я даже не знаю вот по сути его мы дамажили легко ах главная работа парни ну что стряслось с моим братом обеспокоишься о нем да больше он ничего не скажет придется искать бьяр на самим сэр нашли разведчика сообщать что видели как бьяр схватил и увезли дальше на север как они посмели ними да начать погоню а конец цена арбит и его отряд направили к северу в поисках пропавшего брата трех журнала арбита из мегре мы искали бьяр на три дня но все без толку все что я смог придумать отправить на север пограничные земли там слуга некроманта легко могут спрятаться в других местах они найдут лишь луга сначала я думал что поиски будут напрасно но к вечеру первого дня мы нашли следы некоторые из них были оставлены тяными ногами скелетов хотя после первого привала следы принадлежали людям несущим жилы груз теперь мы почти уверены что следы ведут седой лес никто из макре да и дрей других деревень не ходил в этот лес сколько мы себя помним сквозь поколения до нас дошли истории предостерегающие от подобных прогулок по слухам это место населено забывшими душами что ищут живых любой кто умрет там испечь присединиться отрывок из того же журнала но теперь с предрассудками покончено я многое повидал в этом мире и могу предположить предположить что скрывается за этими сказками это лес дом эльфов и весьма недружелюбных если сказания вообще хоть немного правдивы я волнуюсь за своих людей лошади не очень хороши в лесах альфы очень опасны в своих родных стихиях но мне надо сделать много дел и получить ответы на многие вопросы какие блин твоего брата просто похитили происходит что-то важное некромант наводящий ужас на крестьян не новость но почему его слуги не растерялись когда он погиб куда они теперь направились и что самое главное зачем им бьярн потом я хочу вернуть брата да ладно вам парни прогуляемся не уголен эй вы там стойте назовите себя мы представляем людей которые похитили моего брата пленник которого схватили те люди пользовался некромантия ради твоего же блага надеюсь он не был твоим братом считай что в плен взяли убийцу твоего брата и будь уверен что тире маги освободят все души какие колдовство узника привязала к этой земле мы сразили некроманта на поле брани я своим глазам видел смертельный удар три дня назад мы слышали звуки битвы но когда узник проходил мимо нас грязное зловоние смерти было ни с чем не перепутать ежели твой брат в самом деле в плену значит он также и некромант помни своего брата таким как мы и надеемся он был и знай что судьба пленника будет местью настолько темной как только можно пожелать любом случае вторжение в наши лица вы ничего добьетесь теперь же идите и вам нельзя ибо мы защитим нашу землю я говорил привидения привидения даже привидения наблюдателя чем эти эльфы тоже они не помешают мне сводить мы своего брата хорошо хоть нам не придется иметь дело с привидениями но и эти эльфы в более выгодном положении чем мы нашего уже не так проворосали деревьев я просто держитесь тропинок и наши копейщики с лучниками могут сражаться в глубине леса мы выходи победителями из передряг похлеще чем то что могут устроить нам эти недоучки поражение смертя рвета закончились ходы тут надо будет уже всех уничтожать а почему настолько двое гениальная какая-то идея как бы вас сейчас разворотит чем атаковать была идея хреновая чет я не понял что я не поняли а мы шо ребята как мне войска получить отметку установить метку метка где мне новых людей взять алюа давай его на херню вот это только тарик то почти сдох жопу иди похилишься нет в чем логика всего происходящего друзья даже с учетом что этот якобы крутой копейщики наши да ни хрена никто не делает алю ни хрена никого нет может мы должны были захватывать до домики эти какие-то очки за это начислено самый прикол где войска коды бойцов на миникарте и коды подсветка ни хрена не понял я не понимаю как это уже новичок пройти это я профиль можно давать пас рисовка конечно мне точно не нравится от сами модельки выглядят прикольно не понимаю как здесь новичок должен выиграть то есть если бы он там уворачивался от всех ударов только его еще ладно ну и ворота у него были бы знаете 90 процентов шанс ах как как это выиграть югной давайте ради интереса посмотрим что здесь все уже даже читать не буду просто хочу глянуть но как-то странно новичок и два отряда против десятка где-то примерно каким хером серьезно опять два мерди урана да я понял кто такое бандита нужно убить как нам перейти реку из крепости да нет дар герик миссер гелик персер гелика нельзя потерять я так думаю очевидно что там вот по 150 человек играться вроде сергей лекс кухтым щитом моих лучников так постоянно били заметила сергей лик валит вы инвалиды лик сколько можно ну хоть с кем-то сергей лик способен давай добей ок оксер гелик надеясь ты добиваешь этого покажешь пока что послужен хотя этого заварит друзья ладно такая вот игра тактическая довольно таки выглядит пока что сложноватой может быть просто есть какие-то моменты не которые я не могу учесть да вот я говорю то есть как-то я должен именно в лагере еще по давай начать все-таки потыкать каким хером на этом в любом случае всем друзья спасибо за просмотр и подписаться поставить свой рыцарский лайк поражать свою деле геликов скую подписку на канал это очень сильно поможет также друзья любите себя любите своих близких даже если не снисеры гелики и постараюсь хоть чуть-чуть полюбить людей вокруг вас опять же если даже они не сыры гелики непонятно как скорее всего какой нахер скорее всего должна быть возможность закупать войска я на плавать честно и вас до друзья вот она вот она как работа нет с какой-то бандиты также пойдут все захватывать лайки призовем сыра гелика в каком замке вот это замоком считается я себя своих близких поставьте чуть-чуть полюбить людей вокруг нас потому что если этого не делать то мир так и будет становиться хуже поэтому в каждом видео даю мини задание которое может выполнить лишь каждый понимаю аминь и завтра друзья когда вы проснетесь обязательно гелик трапой обязательно друзья улыбнитесь подумайте о том что вы здоровый человек вас ничего не беспокоит и беспокоитесь в принципе не будет потому что вы здоровый идете к здоровью как работает наш подсознание так нужно и думать ну и говорить само собой всем на этом спасибо и до новых встреч пока пока игра не дает выйти 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 Продолжение следует...